Доброе утро! В эфире новости. С вами Алмаз Ашим. Павлодарские студенты изобрели новый вид тактильной азбуки. Так называемый стартап-проект Feel Letters поможет слабовидящим детям изучить алфавит всего лишь за две недели, тогда как с помощью обычной методики на изучение пяти букв требуется около года. Свою идею авторы проекта называют гениальной по своей простоте. В отличие от шрифта Брайля, который предназначен для незрячих людей, она отличается тем, что использовать ее можно как особенным, так и обычным детям. Будущие дефектологи и логопеды уже получили авторское право и начали внедрять методику в образовательный процесс. Накануне первые 650 экземпляров тактильной азбуки на казахском, русском и английском языках бесплатно раздали педагогам-психологам. Студенты Павлодарского государственного педагогического университета уверены, что их продукт завоюет популярность в инклюзивной среде обучения. При прохождении педагогической практики дефектологи и логопеды столкнулись с тем, что дети не проявляют интересы или часто отвлекаются при обычном изучении букв алфавита. Наша тактильная азбука предназначена для детей как с нормальным развитием, так и для детей с особыми образовательными потребностями. Наш проект нацелен для развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Комплект этот мы считаем очень удобным и своевременным. У нас сейчас есть очень большая работа в области инклюзии, внедрения инклюзивного образования в школах. Я думаю, что этот комплект будет очень удобен в работе, не только для психологов, но и для учителей. Так что большое спасибо. Надеемся на то, что авторы проекта еще дальше будут развивать свою идею. Системы канализации и канализационного очистного сооружения на южном побережье озера Лаколь начнут строить в следующем году. Разработана проектно-сметная документация. Предусмотрены укладка канализационных сетей протяженностью 63 километра, строительство самотечного напорного коллектора, восьми насосных станций и канализационно-очистных сооружений мощностью 6,5 тысяч кубических метров в сутки. Кроме того, будет проложено 53,5 километра водопроводных сетей, также возведут водозабор и насосную станцию. По большинству проектов уже имеются заключения госэкспертизы. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ составляет 10 миллиардов тенге. По мнению специалистов, с водом этих объектов решится проблема со сливом сточных вод в озеро. Напомню, летом этого года отдыхающие выложили в социальной сети видео и фото слива воды из бассейна одного из гостиничных комплексов «Волоколь». Это вызвало общественные резонансы. В итоге деятельность туробъекта была на время приостановлена. Из республиканского бюджета поддержано для начала строительства по миллиарду тенге на каждый объект. Соответственно, на следующий год будут проведены конкурсные процедуры по определению победителя и начнутся строительно-монтажные работы. Реализация данных проектов однозначно решит проблему сброса сточных вод в центральную канализацию и очистку сточных вод. Продолжим новостями из мира. Водопад Виктория и на южноафриканской реке Замбези, один из крупнейших и известнейших в мире, обмельчал из-за сильнейшей в этом столетии засухи. Уровень воды традиционно снижается с мая по ноябрь, но сейчас творится что-то беспрецедентное, говорят местные жители. Для многих из них состояние природного чуда напрямую влияет на заработок, ведь это главный туристический аттракцион региона. Водопад Виктория крупнейший в мире. Его общая ширина составляет 1708 метров, высота 108 метров. Он был назван в честь британской королевы Виктории шотландским исследователем Дэвидом Ливингстоном, который, как полагают, был первым европейцем, который увидел его в 1855 году. Народу сейчас мало приезжает к водопаду. В наши дни люди хорошенько изучают новости перед поездкой, ищут информацию о Виктории. Так что наш бизнес серьезно страдает. Мы все надеемся на сильный дождь. В Австралии, недалеко от Сиднея, продолжаются лесные пожары. На данный момент сгорело уже 300 тысяч гектаров территории. Эпицентр стихийного бедствия находится в 60 километрах от мегаполиса. В некоторых местах власти объявили режим ЧАЭС. Жителей опасных районов попросили покинуть свои дома. Пожарные сообщают, что тушение пожара осложняет сильный ветер. Прогнозы синоптиков, между тем, неутешительные. В ближайшие дни осадков не предвидится. Бороться с напастью экстренным службам Австралии помогают их коллеги из Новой Зеландии, Канады и США. Вопрос о сносе туристических объектов Южной Кореи на северокорейском курорте Кымгансан остается одним из главных на сегодняшний день. Об этом южнокорейский министр по делам объединения заявил на семинаре форума мира экономики корейского полуострова в Сеуле. Ким Йон Чхоль в очередной раз призвал Пхеньян сесть за стол переговоров. Напомню, в КНДР пригрозили снести объекты Южной Кореи, если она не сделает это самостоятельно. Совместная деятельность на курорте Кымгансан в Северной Корее началась в 1998 году, но спустя 10 лет она была приостановлена. Причиной стало убийство южнокорейской туристки северокорейским охранником. По словам министра, приостановление туризма в Кымгансане оказывает сильное влияние на экономику региона. Казахстанский мастер стрит-арта создал масштабное полотно. Он разрисовал высотное здание в Москве в гигантского насекомого. Этот проект стал частью одного из самых масштабных фестивалей стрит-арта. О том, как жители одного из новых районов российской столицы восприняли огромных размеров муравьев на фасаде своего дома. И что означает этот творческий акт. Об этом подробно наш корреспондент. Обычная высотная и плотная застройка в одном из спальных районов Москвы. Новая трехгорка превратилась в уникальную арт-площадку мирового уровня. Фасады типовых многоэтажек стали масштабными полотнами для мастеров стрит-арта. Это один из самых крупных в мире фестивалей муралов, то есть росписи фасадов зданий. Около 80 художников из 26 стран оформили более 50 стен. А эти гигантские многометровые муравьи – творчество казахстанского художника Паши Касса. В Москве экстремальные условия для жизни. В этой среде существуют тысячи людей, рождается новое поколение, формируется страна. Вместе они образуют единую систему – человейник. Так художник объясняет концепцию своей работы. Паша делает актуальные, затрагивает актуальные вопросы и в простой, скажем так, манере самовыражения, то есть несложной, в то же время как бы без пафоса, без всякого, он создает хорошую работу. Есть муравейник, такое понятие, да, есть человейник. То есть этот микрорайон, он напоминает как раз-таки огромный муравейник, где очень большое скопление людей. Вот они здесь все связаны вот этими бетонными сооружениями, джунглями. Создавать муралы – дело рискованное и затратное, говорят художники, рисуют ночью на страховочных системах. А на такую стену площадью 800 квадратных метров уходит примерно 500 литров грунтовки и 700 баллонов краски. Но результат того стоит. Да и местным жителям стрит-арт пришелся по душе. Конечно же интереснее стало. Дома были серые, никакие. Сейчас получше. Это выглядит очень стильно, красиво. И если бы там ничего не было нарисовано, это были бы серые плиты, это было бы более неузрачное, чем сейчас. Яркую роспись закрашивать не станут. Весной эти фрески ждет реставрация. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар, 24. Фестиваль искусств завершился в Туркестане. Конкурсанты соревновались в пяти номинациях. Они продемонстрировали классические пени, танцы. Художники и фотографы представили познавательные видеоролики. Дизайнеры своей новой коллекции. Гран-при детского танцевального конкурса завоевали танцевальные коллективы «Шабыт» из Туркестана и «Коркием» из Толюбийского района. Родом оттуда и обладатель главного приза среди классических исполнителей «Галамат Халак». Фестиваль искусств, организованный областным управлением культуры, приурочили ко Дню независимости Казахстана. На съемку видеоролика ушло четыре дня. Трудностей было немало. Но когда становишься победителем, это все забывается. Приняли справедливое и верное решение. Вы увидите на концерте победителей среди детей. У меня есть предложение, чтобы талантливым ребятам оказывали дальнейшую поддержку для развития. Отважный полицейский, примерный семьянин и солист рок-группы. Такие качества удается вмещать в себе старшему лейтенанту полиции из Кукштау Серику Оспанбекову. Инспектор отряда быстрого реагирования с детства, увлекающийся музыкой, создал квартет, где исполняют только песни Виктора Цоя. Когда мы эти две партии проиграли, в конце делаем паузу полностью, я и проиграю вот этот момент. С коллективом будущей рок-группы «Бравый Собровец» познакомился почти 15 лет назад. Случайная встреча во время патрулирования города переросла в крепкую дружбу и совместное творчество. Уже больше года их небольшой состав выступает на сцене местного бара. «Приходишь сюда, когда все отключается, все бессилие, вся усталость. Получаю такой адреналин большой. И как бы здесь я себя по-другому чувствую. В такой атмосфере чувствую себя здесь как бы своей. Я могу сказать, что состав нашей группы, в которой я сейчас играю, они все такие же, как я». Любимое хобби помогло полицейскому победить в городском конкурсе Ернамасе, Ельнамасе. Он проводился среди сотрудников правоохранительных органов. Жюри высоко оценило творчество старшего лейтенанта. Его исполнение с удовольствием слушают и зрители, отмечают члены музыкального коллектива. «Там он, конечно, боевой человек с оружием и все остальное. Здесь он просто отдыхает, просто наслаждается своим творчеством. Народу это нравится, его слушают, и все замечательно». Участники группы не имеют музыкального образования, но песни своего кумира Виктора Цоя исполняют профессионально и, главное, с душою. Сейчас Серик со своим коллективом усиленно репетирует. В следующем году они планируют провести в Кокшетал концерт, посвященный любимому певцу. Творческий полицейский, любящий муж и отец вместе с супругой воспитывает троих детей, которые, к слову, тоже переняли тягу к музыке. Серик Оспанбеков, успешно совмещающий работу и любимое хобби, пример для многих своих коллег. Азамат Казжанов, Анатолий Полянный, Кокшетал, Хабар-24. 25 школ в северо-казахстанской области отключены от системы кунделек. Вернуться к заполнению бумажных дневников педагогам пришлось и за низкой скоростью интернета. От нововведения освободили также сельские школы, где вовсе нет выхода во всемирную паутину. Подробно об этом в нашем сюжете. Ближайшая точка моя. Бахатбек Барбанов в селе Березовке, что в 11 километрах от Петропавловска, живет уже более 10 лет. Говорит, все это время здесь нет должной мобильной связи. Чтобы куда-то дозвониться, нужно в буквальном смысле ловить сеть по всей деревне. Нас называют пригород, сотовой связи нет. Телефоны есть, связи нет. Бегаем по всей улице, у каждого есть своя точка, где мы ловим эту сеть и общаемся. Многие сельчане устанавливают дома роутеры, но интернет все равно слабый. А вот в местной школе Wi-Fi работает отлично. Пару лет назад здесь внедрили сервис «Кунзелек». Только вот насладиться вдоволь благами цивилизации педагоги не успели. Ребята, откройте, пожалуйста, дневники, запишите домашнее задание на следующую пятницу. Из-за низкой скорости интернета в селе многие родители не могли следить за успеваемостью детей. Со второй четверти школу отключили от современной системы оценивания. Теперь на заполнение обычного дневника у школьников и учителей уходит гораздо больше времени. Также проверяется еженедельно вставление информативного оценивания, комментарии наши. Здесь же вновь получается мы тратим время теперь на комментирование каждого дневника проверки. Это приводит к неудобствам, так как где-то возможно воспитательным процессом хочется заниматься с учащимися. Находясь в школе, дети спешат скачать на телефон всю необходимую информацию, иначе подготовиться к урокам сложнее. Эту проблему здесь уже поднимали не раз, но она до сих пор не решилась. В учебных заведениях трех районов области вообще нет возможности ввести электронные дневники. На сегодня только 53% сел региона обеспечены качественным интернетом. В связи с этим 25 школ перевели вновь на бумажные документы оборот. На территории области, где нет интернета, не надо этим заниматься. Абсурдно доходят некоторые вещи. Ночью скорость немножко увеличивается, они сидят ночью заполняют, потому что днем много пользователей. Обеспечить высокоскоростным интернетом к 2022 году власти обещают 86% сел. Зайра Джакупова, Тулегин Иманов, Североказахстанская область, Хабар, 24. Пока это все, оставайтесь с нами, до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok